У каждого из нас дождь вызывает самые разные эмоции. Кто-то, например, любит дождь, а кто-то, наоборот, считает, что такая погода приносит лишь плохое настроение. Однако, если бы дело ограничивалось только хандрой, вместе с ней приходят и городские проблемы, как для маршрутчиков, так и для пассажиров. Ну, если автобус дальше останавливается, получается, приходится в лужу наступать. Естественно, мочить ноги. Видите, вода кругом. Да постоянно вода набирается. Постоянно вода движет здесь. В прошлом году вообще на остановке люди в воде стояли. Страдают от осадков и жители частных домов. И проблема здесь в отсутствии ливнёк. Вся вода вон стоит дороги стекается вот в это небольшое озеро. А ситуацию ещё хуже делают проезжающие машины, которые тянут за собой воду вдоль дороги. Улицу постоянно затапливает. Чуть какой дождь, всё сразу же лужи большие. Никто сюда не приезжает, воду не откачивает? Нет, нет, никто не приезжает. Вода сама, в общем, испаряется когда-нибудь, уходит. Но это происходит очень долго, потому что здесь вот сверху песочек, да, а снизу-то там асфальт лежит. Сейчас вот людям в дома начнёт заводить вода. Вот у меня сейчас полностью колодец затопила водой. Под угрозой подтопления и некоторые дома по улице Демьяна Бедного. В прошлом году здесь сделали новую дорогу. Однако местным это вышло боком. Раньше вот этого подъёма здесь не было. То есть вода, проулка, с тех, ну, с ближайших улиц, она стекала, протекала, значит, здесь. И там был водосток, труба. То есть она уходила, ну, куда положено. Получается, когда сделали ремонт, они подняли уровень земли. И вода, как видите, оттуда-то выходит, заходит. А здесь она не выходит. Вот это я сама вручную, как могла, взбирала землю и отсыпала. Почему? Потому что весной, когда шёл таяние снегов, также образовалась такая лужа. И у меня фундамент, ну, он милый, конечно же, в нём пошли трещины. И у меня пошла вода в огород. Перечисленные места – лишь малая часть ненастных проблем. Куда больше попало в объективы наших народных контролёров. И угодил в такую яму. На проспекте строителей 40. А всё из-за отсутствия ливнёвок на дороге. Байдарочку можно расчехлять. Запаркаться невозможно. На кадрах последствия непрерывного дождя. При этом ливневые канализации в Улан-Удэ прочистили всего две недели назад. Полтора километра стоков готовили как раз к непогоде. Но почему улицы снова затопило? Ливневые канализации, то есть у нас старые ещё они, с советских времён. Сейчас вот, то есть, предусматриваем, где строительство проходит, предусматриваем новые ливневые канализации. Для этого врезка происходит старые. Как вот приоритетность расставляется? Куда в первую очередь ехать? У нас идёт она по магистральным дорогам, то есть, где оживлённый поток. Вот, допустим, здесь вот в Октябрьском районе, это улица Глючевская, это улица Боевая, проспект Строителей также. А такие дороги, где, допустим, в частном секторе, там тоже лужи образуются, их не откачиваем? Откачиваем, но в первую очередь у нас всё равно магистральные дороги. Как только дождь закончится, от луж по всему городу обещают избавиться за два часа. Но непогода затягивается, а значит, не стоит далеко убирать насосы и шланги. В перспективе построить в Улан-Удэ новую схему ливневой канализации. В неё войдут не менее десяти отчистных сооружений. Но когда они появятся в столице, пока неизвестно. Роман Куклин, Борис Бальчинов, телекомпания «Арегус».